приветствую мои дорогие друзья сегодня будем готовить легендарное блюдо одесские пельмени это практически обычные пельмени только немножко одесский и чтобы у нас получили и чтобы у нас была вкусная начинка вкусные пельмени и черном завидовали все соседи в округе расскажем свежий одесский анекдот абрам маркович во время визита в израиль кладет записку щель стены плача голос и стены у меня столько нет и что нам таки понадобится для вкусных пельменей полкилограмма свиного мяса желает на жирного шейная часть полкилограмма телятины 3 4 средние луковицы 2 куриных яйца 3 стакана пшеничной муки и высшего сорта соль сахар оливкового масла холодного живу посолочной рафинированного и пряность и обсудим всем главных основных секретов приготовления вкуснейших пельменей проигольные это соотношение муки и учитывая что мы готовим пельмени пока я буду делать я буду рассказывать как вы должны соотношения на три стакана пшеничной муки мы добавляем 2 яйца почему не больше почему не меньше дело в том что кстати что мы сейчас делаем на то что мука просеянно мы все равно еще раз просеваем для чего это нужно время просеивания дополнительная мука насыщается кислородом и тесто будет более мягким более воздушным легче моего замесим почему такое количество есть для том что фарш у нас мясной и минимум сколько нужно варить это 10 минут то есть тесто должен не развалится течение 10 минут это нам это обеспечит яйца с одной стороны с другой стороны тесто не будет ни жестким не переварен делаем муки лунку набиваем двоится она сделал надо выполнять добавляем кипяченой воды комната температура опять же на вас есть разные виды муки нам нужно тесто такой констерции чтобы она не липла к рукам пока у нас есть такая жидкая лунка добавляем на это количество муки две чайной ложки соли и одну чайную ложку сборка сахара немножко мешаем даем возможность раствориться в этой центральной лунки жидкостью тесто где-то 10-15 минут чем лучше мы вымесим более однородным вкусным эластичным она будет не стыдно было пельмешки под подавать столу как вы думаете что еще сделаю готовлюсь ко второму секрету секрет второй чтобы тесто легко раскатывалась она нужно будет именно раскатывать мы добавляем оливку подсолнечное масло холодного сжима это первая причина для чего мы добавляем примерно 12 15 миллилитров и вторая причина или менее состоят из мяса а весь не очень полезная для организма жиры переработку части этих жиров на себя возьмет именно любого масла и вымешиваем еще где-то минут пять наша задача равномерно распределить это масло по всему тесту эти как тесто впитала себя вкуснейшие греческие обивки сделали такой красивенький грибочек кладем в эту же миску где мы все это выделывали накрываем крышкой даем тесту настояться при ком-то температуре около часа соотношение мяса самые идеальные пельмени получаются когда мы наполовину делом соотношение мяса полкилограмма телятины и полкилограмма свинины нарезаем на кусочки небольшие нас еще ждет переработка мяса в мосорубке либо электрическая либо механическая здесь абсолютно не имеет никакого значения свинина желательно конечно взять шею но у меня есть сейчас только биток с битка тоже хорошая получается особенность просто прослойка жира есть но шея получается еще лучше в общем дорезаем мясо берем 3-4 средние луковицы и все это нужно вместе перемолоть на мясорубке когда я это сделаю вернусь в эфир перемолву мясо получился у нас фарш вкуснейшим на это количество добавляем одну десертную ложку соли как правильно дозировать соль конечно же семья индивидуально но фарш когда еще теперь мешая по вкусу должен быть немножко пересолим переходим к четвертому секрету вот у нас это количество фарша есть что если нужно делать во первых тщательно перемешать здесь же из разные градиенты и телятина и свининка и лучок добавляем небольшое количество черно-молотого перца в зависимости того кто сидит на диете вообще не добавляете кто любит немножко перченая вообще может добавить до половины чайной ложки молотого черного перца перемешиваем не чихаем можно чихнуть но не фарш фарш нельзя класть никаких яиц это не котлеты забудем пролезть так четвертый секрет фарш нужно взбить чтобы он между собой лучше перемешался 30-40 раз пятый секрет на это количество добавляем примерно от 30 до 50 миллилитров обычной кипяченой воды для чего спросите вы а для того что пельмени были сочные сейчас фарш вообще чем хорошо мясо очень здорово впитывать себе вот этим уже владение но это потому что она холодно когда мы сварим особенно когда пельмешки был горячие фарш будет сочный мягкий роскошно это будут пельмени просто высший пилотаж высший как мы взбили фарш хорошо добавили водички еще разбили накрываем крышкой нужно дать ему еще отлежаться минут минут 30 уже этот фантастический код серго 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 шка сергоша кт великий и хренин и ненаглядный кт тесто у нас очень здорово отлежалась верю на большой кусок раскатываем лист раскатан толщиной несколько миллиметров если мы конечно хотим что пельмешки были изысканно вкусные тоненького теста шестой секрет шестой секрет касается непосредственно лепки самих пельменей у нас есть специальная форма вы сейчас видите специальную форму на экране мы со всех сторон хорошо обрабатываем мукой и на эту форму кладем корж и оставляем затем берем фарш который уже выставил видите вот эти луночки вот эти луночки нужно класть фарш причем в таком виде класть чтобы он не касался краю иначе у нас все это развалится если есть маленькая ложечка вот у меня в части керамические это где-то половина от чайная либо есть такие маленькие специальные чайные ложки берем небольшое количество делаем шарик этот шарик кладем в луночку и немножко приплюсну с этим закончили оставляем рядом как вы думаете что мы будем дальше делать правильно еще один корж затем берем очень аккуратно накрываем сверху коржом раскатаны желательно немножко это все натянутом виде сделать на руками немножко чтобы брать воздух 3 плюс 0 дальше чтобы завершить гениальное просто шестой секрет мы просто раскатываем таким образом формируется трафарет трафарет из шестиугольных красавец кельмешек хорошо раскатываем шепота меньше работать аккуратно собираем краям эти края нужны будут для раскатки следующего коржа затем берем специальную форму обильно посыпаем обильно посыпаем мукой вы не приставали пельмешки затем узнаете аккуратными тоненькими пальчиками но какие есть выкидываем пельмешки для этой цели мы добавили оливковое масло чтобы гораздо легче у нас получались пельмешки просто конечно просто все гениальное просто или все простое гениальное как можно отличить эти пельмешки а заводских похоже похоже так кстати на заводах и делают на специальных автоматов отличить мы сможем только по вкусу потому что домашний пельмени такого количества такого количества правильных ингредиентов как домашних пельменей они сделают ни один завод и вот так работаем пока тесто не закончится либо пока не закончится парк будем варить или меня в жидкости а ее нужно подготовить берем 2 литра воды добавляем десертную ложку соли 3 листика лаврушки можно еще кинуть 5-6 душистых перцев что еще нужно для седьмого секрета добавляем обычно рафинированное подсолнечное масло да да прямо в жидкость вы сейчас поймете почему эти масло всегда плавать сверху как известно пельмешки когда закипает они всплывают и варится уже в этом масле а когда они варятся в масле и потом леща и будет отделять друг от дружки есть еще интересный вариант вместо воды можно взять бульон куриный если есть дальше раскручиваем можно по часовой стрелке можно против часовой стрелки и вот в это количество воды добавляем около 20 пельмешку больше не нужно продолжаем раскручивать дожидаемся когда пельмешки всплывут закипят и варить их нужно ровно 10 минут засекаем 10 минут прошли 10 минут берем маленький такой дуршлаг и аккуратненько вынимаем цельные пельмешки ни один пельмешек не развалился это говорит о том что тесто на подобрали самая шнина есть идеальная пока я вынимаю пельмешки расскажу еще один свежий одесский анекдот идет ревизия на одесском складе скажите пожалуйста а куда делся вагон растворимого кофе таки растворился вот пельмешки чтобы они между собой не не слиплись можно еще не капнуть буквально пару капель до пару миллилитров подсолнечного масла 2 минуты ждем подаем к столу со сметанкой с уксусом кто как любит дорогие друзья мы стали свидетелями семи простых секретов приготовления волшебных вкусных пельменей если вам понравилось пельмешки поделитесь 10 лучшими друзьями подругами таком если нет ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни любите друг друга приятного аппетита удачи